Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова которые ездят, да, и есть проходящие автобусы. Мы не понимаем, какого качества услуга предоставляется нашим гражданам, как обеспечивается их безопасность. Безопасность, прежде всего. Прежде всего. Мы ведь хотим стандартизировать наши услуги, правильно? Чтобы у нас хотели хорошие, современные автобусы, качественные, чтобы там были проверенные водители, аттестованные водители. Чтобы, прежде всего, это средство повышенной опасности было безопасным для наших граждан. КамАЗы на каком топливе передвигаются? В том числе и на газовым моторам, и в том числе на электрическом ходу. Мы думаем в эту сторону? Да, абсолютно. Мы об этом и говорим. Это одна из задач. Вы знаете, коллеги, я хочу сказать, кто бы это ни был, КамАЗы, я не знаю, о чем там еще шла речь, поскорее бы они появились у нас уже во всей области. Да, появятся, появятся, конечно. КамАЗы, хорошо. КамАЗы замечательные. КамАЗы, хорошо. Я согласна на КамАЗы. Значит, обещали поговорить о том, о каких... Там был ряд встреч с регионами. Да, особенно с соседними, понятно, что Андрей Чибис, там, Мурманск, это относительно далеко, а есть Мариэл, есть Муртир. Я вот, знаете, сейчас мы можем там перечислять регионы, с которыми уже заключены соглашения. Конечно, во многом, наверное, они носят в том числе и рамочный, так сказать, характер. Вот этот раз мы подписали соглашение с Мариэл, и у нас есть совершенно конкретные вопросы. Это по газификации, где мы сотрудничаем вместе с Нижним Новгородом, Мариэл, Кировская область, с Межрегионгазом ведем переговоры, так сказать, совместные, да, где участвуют четыре, так сказать, участника соглашений. Достаточно много. Это и с Мордовией, и с Самарой, и с Костромой. Я не буду перечислять. За эти годы, так сказать, было подписано. Я приведу пример, почему это важно и нужно, да. Вот я, вот, Светлана, просто нас люди ноги не видят. Бизнес-новости, наши коллеги. Сегодняшняя новость, да, вот результат одного из соглашений, да, например. Уровень кировской медицины оценили представители Воронежской области, с которой у нас есть соглашение. Посетили они не какую-то нашу выставочную центральную больницу, они были в Оричахе, в Кирове-Чепецке, в ЦРБ. Вот, вот, заметка, смотрите. На основании таких соглашений мы обмениваемся, в том числе, и такими делегациями. Люди могут посмотреть на то, что делается у нас, хорошо рассказать, что происходит у них. Это, мне кажется, очень важная часть работы. Не огораживаться как-то, да, а реально показывать, что происходит. Игорь Владимирович, мы когда встречались с представителями бизнеса и говорили об экспансии других брендов к нам, о защите собственного производителя, о выходе на межрегиональный рынок, и, ну, то есть здесь, понятно, два процесса. С одной стороны, поставить барьеры и оградить свой рынок для того, чтобы свои продукты там не вытеснялись продуктами импортными. С другой стороны, войти свободно в рынок соседних регионов, чтобы там не было такого лобби. Вот здесь как-то обсуждаются эти процессы с точки зрения возможностей для нашего производителя, чтобы не ставились барьеры, там, зайти в Мариэл, зайти в Удмуртию и так далее. Ну, естественно, обсуждаются все вопросы. А с другой стороны, чтобы мы свои барьеры не снимали. Я думаю, что лучше безбарьерная среда и конкуренция, нежели каждый год. Понимаете, самое главное, чтобы среда была конкурентной, чтобы мы вырастили свои собственные бренды, которые могли на равных конкурировать с другими и точно так же проникать на территории других регионов. У нас вообще область... Область у нас вообще уникальная. Ее можно назвать такой северной звездой. Мы граничим с девятью регионами. Максимальное количество. Максимальное количество. Только с другой субъект. Блеск бы только ей придать область. Засияем тогда во все. Ну, с этого только вместе. Только вместе. Вот, смотрите, приведу такой пример. Сегодня мы с Котличковым Алексеем Алексеевичем, и, кстати, вот с коллегами... Министр сельского хозяйства. Да, с журналистами. Были недалеко, так сказать, в Ореческом районе, в одном из хозяйств. И увидели несколько молоковозов, да, таких вот больших, серьезных, 30-тонных. У них были московские номера. Молоко едет в Москву на компанию «Вимбельдан». Заключены долгосрочные договора по стабильной цене на несколько лет. И на вопрос, там были представители, да, почему так далеко Кировская область, да, все просто и понятно, стабильное качество в течение года. Нет провалов. Я вам скажу больше... И это позволяет, я извиняюсь, потому что перебиваю по достаточно высокой цене этим производителям это молоко продавать. Да, кстати говоря, это впервые, наверное, на моей памяти, Олег, подтверди. Мы с тобой давно очень вместе ведем программу. Кировские молочники не только те, кто молоко производит, но производят упаковку, производят оборудование для молока. Они в этом году озаботились тем, что необходимо объединяться для того, чтобы вот этот синергетический эффект давал еще большие нашему региону дивиденды. И хотят проводить молочные автопробегы. 18 августа этого года автопробег, 8-й, который проходит уже в России «Дорогу-молоко», начнется с Кирова. Мы с коллегами обсуждали этот вопрос, почему бы нам не устроить на театр... Там будет 50 автомобилей. В каждом автомобиле будут сидеть представители разных производителей. Почему бы нам не устроить молочный праздник для горожан? Хорошая идея, кстати, да. Вот прям не просто они это между своими фермами проехали, а вот именно чтобы город ощутил. Мы все время говорим, мы производим молоко, мы производим молоко. Где мы это ощущаем? У нас должна сложиться какая-то, мне кажется, традиция. Молочные праздники. Вот финская школа, в которой поехали все вместе, в каждой школе стоит аппарат по разлилу молока. Те школьники и директоры, мэр пьют молоко. Что-то такую историю, подумать в эту сторону. Потому что кроме того, что мы производим, хорошо бы и гордимся. Хорошо бы, чтобы была еще какая-то правильная традиция пропагала. Интересно, вот это действительно будет такой пробег, он, мне кажется, очень такое позитивное мероприятие. Давайте подумаем, как в городе из этого действительно сделать. Это бренд? В хорошем смысле праздник. То есть не просто экономический показатель, а бренд региона. Мы сейчас должны прерваться на короткую рекламу, через полминуты снова здесь. Продолжаем разговор. Это разворот на бизнес. Мы встречаемся по следам Петербургского экономического форума. У нас в студии губернатор Кировской области Игорь Васильев и председатель правительства Кировской области Александр Чурин придумали. Нужно что-то делать с молоком, кроме того, что его красиво производить, красиво продавать, еще и сделать брендом города и пропагандировать питье этого молока. Мне интересно, что появится в этом году. Вот правда. Насколько, как в Финляндии, зайдет это молоко в каждую школу и в каждый дом. Действительно. Что касается взаимодействия с соседними регионами еще. Вот давайте не про еще, потому что через 10 минут уйдет Игорь Владимирович, мы его отпустим. Немножечко про город. Вы пока там были на петербургском форуме, у нас происходили различные события городские. Скажешь, Олег? Ну, одно из событий, это глава города Илья Шульгин пересадил своих начальников, глав районных администраций на велосипеды и проехались посмотреть. Территориальных управлений. Территориальных управлений. Проехались по городу, посмотрели, насколько структура... То есть первые спортсмены велосипедисты уже поездили, да? Вышли, да, вышли с автомобилей и как бы, ну, не ногами, на велосипеде посмотрели, насколько приспособлена инфраструктура. Ну, видно лучше, ямки все при ямке. Конечно. Наверное, да. И с мамой, с колясками можно себя сравнить. Было два выезда. Вы лично эту инициативу одобряете? Я вообще одобряю любую инициативу, которая направлена на то, чтобы увидеть что-то своими глазами, пройти своими ногами. А еще бы хорошо не только вот, как вы там выразились, кого они взяли, глав там... Терруправлений. Терруправлений, так сказать, да, вот там старших бы домов, там, я не знаю, молодых, там, велосипедистов активных. Те, кто могли бы, ну, реально диалог какой-то составить. Потому что это все-таки начальники, они начальники, как бы, да, а работа-то и для людей должна быть направлена. Вот куда-то к людям приехать, да, и спросить, а как все устроено, хорошо, плохо. – Нормально. – Это не хорошая идея никакой. – Это нормальная практическая практика. – Абсолютно нормальная, хорошая практика. – Сел поехал на себе, все почувствовал. – Как это выглядит? – Не знаю, ничего плохого в этом не вижу, по-моему, здорово. – А вы как считаете, Александр Павлович? – Кажется, что неплохо. – У нас же радио нужно озвучить свою позицию. – У нас же велосипеды были хорошие, никто не упал, соблюдал правила дорожного движения. – Да. – Насчет правил дорожного движения, с ГИБДД уже разговариваем, у нас увеличилось количество аварий во дворах, детки, к сожалению, летом выбегают без присмотра, и этим, ну, в общем, увеличивается количество, сейчас, видимо, будет большую какую-то программу. – На прошлой неделе проводили заседание комиссии безопасности дорожного движения, где как раз поднимали этот вопрос. У нас на самом деле идет увеличение количества дорожных транспортных происшествий, в том числе с участием детей, и как раз мы обсуждали весь комплекс мер, направленных на их предупреждение, профилактику. – Так вот, возвращаясь к этому вопросу, велошкола, Игорь Владимирович, это единственная школа, которая на протяжении многих лет вместе с ГИБДД каждую неделю, день от дня проводит и практические, и теоретические уроки среди детей и взрослых. – А вот немаловажное добавление, потому что все-таки среди водителей-то тоже неплохо было бы всем голову включать, потому что мы понимаем, лето, дети не в школе, дети бегают в дворах, в том числе и их собственные дети. Поэтому я вот, пользуясь случаем, еще раз хотел бы обратиться к водителям все-таки. Вот та секунда, которую вы можете условно сэкономить, может привести к тяжелой трагедии на дороге. Вот прежде чем сесть в машину, сдевести мотор, подумайте об этом еще раз. Я надеюсь, что это лишний раз заставит их задуматься и лишний раз чуть снизить скорость, чуть внимательнее посмотреть по сторонам. И отнестись ко всем детям так, как своим. Вот это очень важно. Еще один вопрос, который хотелось бы до вашего ухода вам задать. Мы попытались разные вещи здесь объять. Это новость совсем недавняя. На прошлой неделе к нам приходила Алла Викторовна Албегова. Она говорила, что несколько, сразу несколько территорий природных приобретут новый статус, который поможет, ну, с одной стороны, защитный, сохранять природное разнообразие, слава богу, а с другой стороны, развивать экологический туризм. Про защиту речи нет. Это нужно делать. И хотелось бы, чтобы наши люди перестали думать одним днем, действительно. А вот про развитие экологического туризма. Насколько это в нашей области вообще подъемная история? Ну, это вообще история не просто подъемная. Это очень интересная история. И самое главное, именно она пользуется спросом у потенциальных туристов, которые приезжают в Кировскую область или могут приехать в Кировскую область. Людям хочется увидеть природу, при том первозданную природу, дикую природу. И это очень востребовано, особенно за рубежом, особенно у иностранных туристов. Поэтому мы сейчас и говорим о создании таких зон, где развивать природный туризм, где можно будет осуществлять конные маршруты, где можно сплавляться по рекам. У нас прекрасные, красивые, живописные места. Да просто наблюдать птиц на болотах. Да, просто наблюдать птиц на болотах. Поэтому я думаю, что вот это направление, которое мы сейчас пытаемся и начинаем развивать, оно будет востребовано. Хорошо, у нас остается еще пара минут до следующего перерыва. И тут такой вопрос. Вот это уж точно непосредственно к вам, Игорь Владимирович. Хотя, не знаю, есть ли у вас время смотреть сериалы, но у всех высокопоставленных лиц уже этот комментарий по этому поводу взяли. Смотрели ли вы сериал «Чернобыль»? Там всего пять серий. И если смотрели, то какое у вас к нему отношение? Никакого, потому что еще не смотрел. Как только посмотрю, так сразу сформулирую. Дискуссионный вопрос. Тогда надо ли про «Чернобыль» снимать фильм? Ну, раз уж если фильмы снимают, значит, это кому-нибудь нужно. А это наш сериал? Нет, это не наш сериал. Я как-то вот... Это сериал не наш, это сериал не наш, но комментарии дали все даже господин Мединский, чей папа является ликвидатором. И папа, посмотрев, сказал, что все очень близко к правде. Ну, плюс, конечно, художественный вымысел. Наверное, а вопрос-то в чем? Интересно было. Это важно. Давайте так, я, наверное, найду время, посмотрю. Сериал, который переплюнул... Это сериал про российскую историю, который переплюнул самый-самый популярный сериал «Карточный домик» про американскую историю. Ну, там с реальными персонажами еще любимые. Совершенно. И «Игру престолов». И «Игру престолов». А, вот это вы знаете, Александр Анатольевич. Это правда. Мне кажется, слушайте, это все-таки, ну, такое событие XX века мирового масштаба. Абсолютно. И, наверное, абсолютно достойно снять о нем фильм, если это качественно сделанное кино, без, там, иронии и как-то вот таких, знаете, ерничаний. Потому что это трагедия для очень многих людей. Практически же, наверное, в каждой ситуации... Смотрите, у нас везде есть памятник ликвидаторам этой аварии. Очень многие люди получили инвалидности и до сих пор страдают болеет, а многие ушли из жизни. Конечно, люди, обыватели, многие не знали о том, что... Ну, время прошло достаточно много, так сказать, да. Сейчас я, наверное, обязательно посмотрю этот фильм, свое мнение потом скажу пока нет. Причем, если там показан реально и правильно показан подвиг людей, по-другому это не называть, подвиг людей, которые ликвидировали последствия этой аварии, ну, наверное, это достойный фильм. Спасибо. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, во время которой попрощаемся с губернатором Кировской области Игорем Васильевым и останемся в студии еще на некоторое время с Александром Чуримом, председателем правительства Кировской области. Продолжается программа «Разворот на бизнес». Мы чуть раньше вышли на рекламу, потому что нужно было покинуть нашу студию губернатору Кировской области Игоря Васильеву. Мы остаемся здесь в студии с председателем правительства Кировской области Александром Чуриным и продолжаем разговор. Да, и на самом деле сегодня как-то очень много звучала тема Уричевского района. Это начинали мы, напомню, про биокластер и фармкластер, вернее, и создание такого биополиса, который планируется в Левенцах. Теперь уже прямо реально нащупывается. Да, потом говорили про молоко, которое оттуда же везут. Ну, понятно, что там достаточно сильное молочное производство исторически, и кормовая база идеальная, потому что там был луговой и так далее. Ну, то есть... Лугоболотная станция. Лугоболотная станция, где вообще развивали кормовую базу и проводили исследования. Вот. И вообще Уричевский район как-то очень сильно развивается с точки зрения промышленности, переработки, фармации и так далее. Это почему? Это потому, что району уделяется пристальное внимание, потому что географически он так локализован очень удачно. Районные власти так хорошо работают. И есть ли шансы у других районов как-то побороться за внимание? Ну, тут, наверное, совокупер всех вот этих тенденций, о которых вы говорите, в том числе и историческое прошлое Уричевского района, о котором вы тоже упомянули. Но мне кажется, ещё самое главное, что вот всё сошлось, наверное, в одной точке. И биотехнологический кластер, и развитое сельское хозяйство, и строительство новых предприятий по переработке и так далее, и близость к городу Кирову, и хорошая трансформатная инфраструктурная логистика района. То есть всё здесь, в общем-то, и дало те результаты, о которых мы сейчас говорим. Ну, Иорический район сам по себе всегда был одним из передовых районов в Кировской области. Поэтому он не сдаёт свои позиции, он наращивает свой потенциал и достаточно динамично развивается. Но у нас вот есть два района, которые становятся особыми экономическими зонами, зонами как развития... ...опережающего развития. У них есть перспективы, ведь там есть и налоговые преференции в том числе, перспективы побороться за привлечение инвесторов. На самом деле мы так и рассматривали Оречевский район, вот эту территорию, в качестве третьего центра, в качестве третьей зоны территории, опережающей социально-экономическое развитие. После Вятских полян, Белой Холуницы мы вот как раз хотели в Лёвенцах разместить эту территорию. Сейчас меняется законодательство, изменилось законодательство. Непонятно, будут ли ещё на федеральном уровне рассматриваться вот такие образования и внедряться. Но если это будет, то наша заявка, она будет одной из первых на рассмотрении уже в федеральном центре. То есть вы почувствовали, что создание таких зон действительно работает эффективно? Мы говорим о возможностях для бизнеса в этих зонах. Например, достаточно динамично развивается зона в Вятских полянах. Там технопарк, там уже нет места. А заявки резидентов, предприятий, которые хотят стать резидентами технопарка, они постоянно поступают. Мы сейчас уже думаем над расширением вот этого технопарка, который курирует у нас корпорация развития, которая занимается его эксплуатацией. И я думаю, что такая же ситуация будет у нас и в Белой Холунице. Просто Белая Холуница только недавно получила этот статус, и поэтому там ещё нет никаких результатов. Но уже тот ход развития событий, направленных на освоение этой зоны, он говорит о том, что она будет не менее, если не более популярна, чем в Вятских полянах. Тут ещё есть вот какой момент, который заметила коллеги в процессе изучения этого вопроса, потому что мы же с самого начала, конечно же, с Олегом приглашали сюда и тех людей, которые затевали эту историю с зонами опережающего развития, моногородами, какой бы она ни была, с представителем муниципалитетов, с теми людьми, которые работали с ними из Колково, например, и так далее. Я помню, как изменилась ситуация, и для меня лично это изменение более важное, чем то, о чём сейчас мы говорим. Разворотный бизнес – это экономика, 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 но нет. Это прежде всего люди и их сознание. И я помню, как приезжали представители моногородов и говорили, ох, нас сейчас опять, значит, с Колково, что-то нам будет всё, это всё не для нас, у нас тут проблема, тут проблема, там тяжело, здесь тяжело. Конечно, хочется попробовать, но вообще не верим, что получится. И как изменилась ситуация после того, как люди прошли первый цикл, второй цикл, третий цикл. Причём, когда учится не один человек, а учится команда. Команда. Едет команда. И вы знаете, когда приходили к нам последний раз как раз Вятские поляны и Белая холуница, я за них так радовалась, я думала, боже мой, вот люди сами себя изменили, переформатировали, им теперь не нужны тачки, пинки, они не жалуются, они понимают, что это надо связать вот с этим. И жалко было то, жалко было мне тех людей, которые не попали в эту программу, включая город Киров. Потому что основная проблема – это командная работа самого муниципалитета. Их взаимопонимание, осознание, для чего они работают, обладание инструментарием. Вот у нас случится такая ситуация скоро, Александр Анатольевич, когда вот эти города начнут расти, выдавать какие-то результаты, а остальные будут проваливаться. Но я не думаю, что они будут проваливаться, потому что в любом случае везде у нас достаточно компетентные товарищи работают. По-разному бывает. Бывает по-разному. Но вот мы когда говорили сейчас о МУНО-городах, говорили о том, что люди, пройдя обучение по первому кругу, по второму, тут самое главное, что они увидели возможность или разглядели те возможности, которые есть в МУНО-городах, они поняли, что у них есть на что опереться, они поверили в свои силы и в свои возможности. Вот это самое главное. Чтобы люди поверили сами в себя. Это да. Но и второе – это все-таки они стали более компетентными. И они стали более компетентными. Потому что вспомните 12 уголовных дел по муниципальным служащим за 2018 год. Компетенции. Но это не показатель от компетенции. Ну как? Это показатель отсутствия компетенции, опыта. Отсутствие, я об этом и говорю, отсутствие. И очень многие совершали просто глупые ошибки. Может быть. Не берусь судить. Так и есть. Мы возвращаемся к истории, что все-таки необходимо распространять эти знания не только внутри своего муниципалитета, но и на всем. Надо делиться опытом. И мы сейчас как раз разворачиваем программу «Открытый регион», которая позволит прежде всего вскрыть те проблемы в муниципалитетах, которые есть на основе обращений граждан, на основе мониторинга социальных сетей, групп в социальных сетях местных. Чтобы понять, чем живут жители районов, жители муниципалитетов, сельских поселений. Какие насущные проблемы их беспокоят. Мы и хотим вскрывать эти проблемы, проводить совещания на месте с приглашением общественности и тут же пытаться решать эти проблемы. Мы совершенно новый формат сейчас предлагаем работы с регионами. Мы уже начали эту работу в рамках видеоконференции, в рамках совместных заседаний с главами районов, с приглашением профильных министерств, профильных заместителей председателя правительства и так далее. И вот я думаю, что ту работу, которую мы сейчас начали, она через полгода должна уже давать реальные результаты и показывать, как меняется жизнь, как меняется отношение власти к населению, к проблемам населения. И наоборот. И наоборот, тогда уже надо будет заверять снова и сети, и обросы, и прочее. Да, но будет интересно последить за этим процессом. Я впервые слышу, что запущен какой-то такой процесс, потому что устали уже приводить в примеры соседние регионы, где прям работают очень активно с этими программами. Но здесь важно, опять же, не просто ткнуть лицом, что вот у тебя тут проблема, тут проблема, а научить действовать в условиях жёсткой экономии. Смысл в условиях не просто жёсткой экономии, в условиях ограниченности ресурсов, в условиях вообще ограниченности всего, по большому счёту. Мы прежде всего никого не собираемся тыкать никуда. Наша задача понять причину, вскрыть проблему и решить эту проблему. То есть здесь не цель кого-то наказать, цель решить проблему, цель помочь. Если мы там начнём наказывать, ну это будет какой-то такой всплеск и какую-то популярность, может быть, такие меры у кого-то приведут. Да нет, какая популярность, наказывали уже, никому уйти в муниципальные служащие. Но самое главное нам сейчас работать. Мы все работаем на единую цель, на благо Кировской области. Поэтому перед нами стоит одна задача. Удовлетворение потребностей населения. Всё. А насколько помощниками выступают и вообще будет ли продолжаться, ставите, делаете ли выставку на вот как раз программы, которые в этой связи себя зарекомендовали уже хорошо. Это программы ППМИ, народный бюджет. Те, которые, с одной стороны, занимаются просветительской деятельностью, с другой стороны, помогают какие-то насущные проблемы решать людей. Мы не просто делаем на них ставку. Это целый набор инструментов, которые прежде всего помогают развитию районов, помогают развитию инфраструктуры, в том числе транспортной инфраструктуры в районах. И поэтому чем больше будет таких механизмов, чем больше будет таких программ в различных сферах жизни, тем будет лучше. И понятно, что если будут граждане активно участвовать в этих программах, то, наверное, и жизнь будет меняться к лучшему. Не настало ли время, мы просто очень активно это обсуждаем в нашей студии и в общественной палате, не настало ли время всё-таки законодательно утвердить, принять закон об инициативном бюджетировании? Два года уже об этом говорим. Вы знаете, это уже... Можно какую-то обширную дискуссию... Я согласен с вами, это назрело уже, это назрело, и надо, наверное, перейти уже к каким-то действиям. Потому что это реальный механизм взаимодействия общества и власти. На каком уровне должен решиться этот вопрос? Что нужно для того, чтобы этот законопроект был вынесен, обсуждён и уже что-то в конце концов не сказали? Ну, я думаю, мы же с общественной сейчас подготовим такой законопроект. Он подготовлен. Ну, мы ещё обсудим его, доработаем, обсудим, вынесем на законодательное собрание. Если депутаты его поддержат, то почему бы нет? Ну, потому что действительно, да, все говорят, что это эффективный инструмент, почему бы уже не законить этот инструмент, чтобы все понимали, что это не эксперимент. Это всё вот работает. Совершенно верно. Ну что, программа «Разворотный бизнес» завершена. Сегодня в студии работала Светлана Занько и Олег Прохоренко. Мы благодарим Александра Чурина за то, что он так искренне и чётко и открыто отвечал на наши вопросы. Напоминаю, что программа будет выложена на сайте эхокирова.ру, её существенная часть в свежем номере газеты «Бизнес-новости» и полная расшифровка на сайте БН Киров.